У Белоруссии и Киргизии кончается американская виза У Белоруссии и Киргизии кончается американская виза Власти США расширят список подпадающих под визовые ограничения стран 1. Газета «Коммерсант» номер 11 от 23 января 2020 года, строение 6 Американские власти расширяют список стран, граждане которых испытывают дополнительные трудности при получении визы в США В стоп-лист, по сведениям СМИ, попадут 7 новых государств, включая Белоруссию и Киргизию При этом пока не сообщается, какие конкретно ограничения будут введены Твердый знак попытался понять причины попадания новых кандидатов в запретительный документ и вспомнил, как президент США Дональд Трамп ограничивал въезд в страну с первых дней своего правления Киргизия, Белоруссия, Эритрия, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания Граждане этих стран, по сведениям газеты The Wall Street Journal и издания Politico, попадут в новый запретительный список Дональда Трампа Обнародование документа ожидается в понедельник, 27 января В среду американский президент подтвердил расширение списка, однако не уточнил, какие страны в него попадут Запрет на въезд был чрезвычайно успешной мерой в вопросе защиты нашей страны, укрепления безопасности по всему миру Заявил, в свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хаган Гедли, отказавшись говорить о документе подробнее Попадание государства в список не означает, что всем его гражданам будет автоматически отказано в визе Точная формулировка будет ясна после опубликования указа Вполне возможно, что речь пойдет только о некоторых государственных чиновниках Либо же запрет будет распространяться на выдачу конкретного типа виз Причины внесения новых государств в уже существующий список пока не называются Однако и о министра национальной безопасности Чад Вульф ранее намекнул, что речь может идти о неспособности стран проверять собственных граждан Для небольшого числа стран, у которых не хватает желания или возможности соответствовать этим критериям Проверки собственных граждан перед их выездом в США – твердый знак Ограничения поездок могут стать необходимым инструментом компенсации и угроз Заявил он, выступая на форуме экспертов по нацбезопасности еще 17 января Попадание некоторых стран в черный список можно объяснить статистикой Например, за 2018 финансовый год почти четверть всех приезжих из Эритреи остались в США после истечения срока виз Для нигерийцев этот показатель – 15%, для суданцев – 12% При этом в среднем среди всех визитеров в США этот показатель составляет 1,9% А враждебности предполагаемых кандидатов на попадание в стоп-лист в отношении США говорить не приходится Нигерия, например, выступает партнером Соединенных Штатов в деле борьбы с терроризмом Доверительное отношение Вашингтон пытается выстроить из Мьянмы Новое правительство Судана, пришедшее на смену диктатору Амару Баширу, также пытается наладить контакт с американскими властями Впрочем, Дональд Трамп ранее называл африканские страны дырами и заявлял, что нигерийцы, приехав в США, не захотят возвращаться в свои лачуги Что касается бывших советских республик, Белоруссии и Киргизии, то причины могут быть комплексными Реакции властей этих стран в среду не последовало В МИДах обоих государств лишь отметили, что официальной информации Вашингтон не предоставил, а комментировать сообщения СМИ они не считают нужным Власти США решили покончить с родильным туризмом Однако, как сообщил источник Интерфакса в МИД Киргизии, посла США в Бишкеке Дональда Лу все же вызвали в ведомство сразу после публикации в американских изданиях Собеседник Твердый Знак в правительстве Киргизии подтвердил эту информацию, добавив, что о причинах такого решения в Бишкеке догадываются Алмазбек Атамбаев за годы своего президентского правления, 2011-2017 годы годы, Твердый Знак, практически заморозил сотрудничество с США Сказал источник Твердый Знак, и речь не только о запрете использования авиабазы МАНАСС, использовалась американцами для переброски сил в Афганистан Твердый Знак, это сделал бы любой президент Но Атамбаев к тому же свел на нет взаимодействия по военно-технической линии По линии спецслужб и даже денонсировал базовое соглашение о сотрудничестве, которое облегчало получение экономической и гуманитарной помощи из Вашингтона Хотя в Кремле никто таких радикальных и глупых мер не требовал Другой союзник Москвы, Таджикистан активно работает с США, и его нет в этом списке, хотя проблемы у наших стран одни и те же С приходом в 2017 году Сауренбай Аженбекова на пост президента Киргизии отношения с Вашингтоном кардинально не изменились Еще одной причиной включения Киргизии в список может быть репутация республики как центра производства фальшивых паспортов В частности, поддельные киргизские паспорта фигурировали в деле Алексея Камаричева и Тимура Дзартова, россиян, которых подозревают в покушениях на высокопоставленных украинских силовиков При этом Тимур Дзартов на допросе в Службе безопасности Украины уже признал свою вину, рассказав, что с 2017 года выполнял задание Главного разведывательного управления, ГРУ, России Возможное введение ограничений против белорусских граждан, в свою очередь, идет в разрез с общей динамикой отношений между Минском и Вашингтоном В сентябре 2019 года замгосекретаря США Дэвид Хейл заявил, что страны готовы вернуть в свои столицы послов С 2008 года дипмиссии США в Минске и Белоруссии в Вашингтоне возглавляют временные поверенные Кроме того, уже через неделю, 1 февраля, в Минске ожидают первого за 25 лет визита госекретаря США Майка Помпео Если Беларусь действительно включена в этот список, то это несознательное решение против Минска А автоматизм, предположил в беседе твердый знак белорусский политический аналитик, автор Московского центра Карниги Артем Шрайбман Последние 15 лет Беларусь фигурирует во всевозможных американских списках стран-изгоев Это касается и торговли вооружениями, и прав человека, и многих других вопросов Поэтому, скорее всего, произошла рассинхронизация действий администрации Трампа и Госдепартамента Думаю, если у американских дипломатов будет немного времени, они смогут объяснить Белому дому абсурдность ситуации Американцы расходятся в оценке действий Дональда Трампа, но согласны в том, что жить стало опаснее Напомним, что 27 января 2020 года, предполагаемая дата публикации документа, это третья годовщина подписания оригинального стоп-листа В 2017 году, на седьмой день после вступления в должность, Дональд Трамп подписал указ, который практически полностью запретил въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских государств Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Мина Из-за этого в аэропортах США выстроились огромные очереди Многие граждане этих государств разворачивали на границе Всего задержали более 700 путешественников 60 тысяч въезд было отозвано Уже 4 февраля того же года суд приостановил исполнение указа И 6 марта администрация опубликовала его новую версию Из документа были исключены Ирак и Судан, однако добавлены Северная Корея и Венесуэла, а ряд ограничений был ослаблен Некоторые положения этого документа все равно были оспорены в судах, но затем дополнены отдельным распоряжением в сентябре 2017 года В итоге сегодня в США запрещен въезд всем иранцам, за исключением участников программ обмена и обладателей студенческих виз Всем ливийцам и именцам по туристическим и деловым визам Всем без исключения северокорейцам и сирийцам, а также сомалийцам, въезжающим по миграционным визам Претендующих на въезд по неиммиграционной визе или на получение такой визы проверяют на связь с террористами Закрыт въезд в страну и сотрудникам ряда государственных учреждений Венесуэлы, а также их родственникам Алексей Наумов, Кирилл Кривошев Субтитры создавал DimaTorzok